В терминале Б аэропорта Шереметьево развернулось целое театрализованное представление. Под музыку военного марша «Прощание славянки» и стихи «Встань за веру, русская земля» участники флешмоба танцевали. Праздничная патриотическая акция «Синий платочек победы» объединила несколько коллективов. Здесь танцевали пары активного долголетия, воспитанники младших классов московских школ, работники аэропорта Шереметьево и даже пилоты и бортпроводницы авиакомпании «Россия». Рассказывают, к флешмобу готовились задолго до выступления. Было приятно, когда предложили поучаствовать в этом мероприятии, потому что оно очень значимое. Плюс авиакомпании сегодня 90 лет исполняется, то есть у нас тут две даты – 9 мая и 90 лет авиакомпании. Поэтому было почетно, классно, интересно и мне очень понравилось. Это действительно память о Великой Отечественной войне, память о наших отцах, бабушках, девушках, которые погибли, которые остались живы. Поэтому нужно обязательно такие вещи проводить. Просто народ уже начал забывать то, что было в 41-45-х годах. Праздничное выступление в аэропорту оказалось для многих пассажиров большим и приятным сюрпризом. Они стали зрителями флешмоба. Мы только вышли из самолета, поднимаемся в этот зал, и нас встречает такое чудо, очень приятно, неожиданно. Всегда бы так встречали, мы бы только были рады. Патриотическая танцевальная акция проходит в Шереметьево уже не первый год и становится доброй традицией. Реализуется она благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «Русская земля». Это такая современная форма сохранения исторической памяти. С помощью нее мы вовлекаем молодое поколение, молодежь. С нами также, вы видите, старшее поколение. После этого все эти люди остаются с нами работать, потому что работа у нас ведется ежедневно. Это только не раз в году у нас проходит флешмоб. И мы с этими людьми взаимодействуем. То есть это ежедневная работа, вообще каждый день. А то, что вы видите, это такое вот как бы вишенка на торте. По словам организаторов, флешмоб «Синий платочек» направлен на развитие патриотического воспитания молодежи, а также напоминает о вкладе женщин в победу и укрепление мира в годы Великой Отечественной войны. Александр Сергеев, Дмитрий Почаров, Новости Химки ТВ.